И сейчас, уважаемые друзья, я еще раз от всей души хочу вас поприветствовать, а также хочу, чтобы вы поприветствовали друг друга, всех бельчан, всех без исключения, вашими аплодисментами. Да, также все тоже нас приветствуют здесь, находящихся в центре, и я хочу, чтобы мы онлайн сейчас в телемосту соединились с Парком Андрееж. Парк Андрееж, здравствуйте, вы нас слышите? Ответьте нам. Здравствуйте, мы вас слышим, мы вас видим, очень рады вас слышать и видеть, и мы уже готовы к переменам. Готовы? Замечательно, ура, спасибо, Парк Андрееж. Ура, спасибо, Парк Андрееж. Спасибо. И также я хочу, чтобы вы в ответку поаплодировали, поприветствовали Парк Андрееж, всех, кто там собрался, и я далее хочу поприветствовать от нашего имени, собравшихся всех в центре города, поприветствуем Парк Победы. Парк Победы, вы нас слышите? В общем, вот практически 100 человек собралось, в общем, все в условиях нынешних реалий, то есть мы соблюдаем дистанцию, мы все в масках, собрались в ожидании лучших новостей. Друзья, давайте поприветствуем весь город Бельце. Нас смотрят и в прямом эфире, и все пять локаций этого города. Спасибо, спасибо большое, Парк Победы, спасибо. Также я хочу предложить вашему вниманию у нас на связи сквер на БАМе. БАМ, вы нас слышите? Ваш адрес звучат аплодисменты, жители БАМа. Мы с центра вас приветствуем, приветствуют все, все в нашем городе. Вот он, БАМ, на связи. БАМ, слышно нас? БАМ, слышно нас? Отлично слышно, замечательно видно. Добрый день, здравствуйте всем, друзья. Нас постепенно становится все больше и больше, это не может не радовать. Поддержим и поприветствуем абсолютно всех наших дорогих коллег, всех друзей и всех аплодисментами. БАМ на связи, мы с вами. Спасибо, Виталий, спасибо большое. Мы тоже приветствуем от всей души БАМ. И также я хочу поприветствовать Бульвар Лариса. Вы нас слышите? Адриан, как у вас там? Бульвар Лариса вас приветствует, так как вы видите. Очень много людей сегодня собралось здесь, так как люди ждут больших перемен. Еще раз приветствуем по всей души Балтенеи здесь, на этот Булевард, особенно Булевард Лариса. Спасибо. Спасибо, Вомулсумим, Бульвар Ду Лариса. Будьте с нами на связи. Мы от всей души приветствуем вас, приветствуем нашего уважаемого кандидата. И от вашего имени разрешите поприветствовать всю замечательную команду политической партии Шор во главе с ее лидером Силаном Шором. А сейчас я хочу вам сказать, дорогие друзья, что совершенно недавно наш кандидат начала проводить консультации с жителями замечательного города Бельцы. И это все касалось программы. Программы, с которой наш кандидат идет в город, идет побеждать. И также был объявлен сбор подписей, и я хочу сказать, что в поддержку программы нашего кандидата откликнулось очень большое количество жителей муниципия Беллс. И сегодня, после таких предварительных консультаций, наш кандидат, наша уважаемая Марина Таубер, готова озвучить свою программу и представить свое видение по развитию муниципии Беллс. Под ваши аплодисменты я от всей души искренне хочу пригласить на эту сцену кандидата к примаре муниципии Беллс от политической партии Шор, уважаемая Марина Таубер! Мне очень сильно мешало пальто с вами нормально поздороваться, сковывало движение, можно сказать, сковывало эмоции. Поэтому сейчас я хочу еще раз сказать вам всем добрый день, Бельцы! Я от всей души хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь. Хочу поблагодарить абсолютно всех тех, кто смотрит сейчас нашу трансляцию онлайн и вместе с нами, если не физически, то мысленно. Это очень ответственный день для нас. Это очень важное мероприятие для всей нашей команды. И поэтому я хочу поприветствовать вас еще раз от имени лидера партии Илона Шора, который сегодня также обратится к вам, от имени всей нашей команды, которая присутствует здесь и которая болеет за нас со всех точек нашей страны. Поверьте, для партии Шор это определенный экзамен. И мы чувствуем поддержку в этом экзамене от вас, дорогие бельчане. Всего несколько дней назад мы начали сбор подписей в поддержку нашей программы. И я хочу вам низко поклониться за то, что вы оставили уже более 10 тысяч в ее поддержку. И каждый день эти тысячи добавляются. Это огромная мотивация для нас. Это огромный успех для нас. И мы чувствуем, что каждый день наше с вами будущее наполняется очень сильной энергией, которая приведет нас, в первую очередь, говорю про город Бельцы, к успеху. Должна признаться, что в городе оказалось намного больше проблем, чем мы даже ожидали. Поэтому, да, мы сегодня презентуем вам нашу программу, наше видение. То, что мы считаем, мы сможем реализовать за первые два года. Но хочу сразу сказать, что мы продолжим консультации, мы продолжим сбор подписей, и мы будем работать уже сейчас. Мы 22 ноября не собираемся терять время. Мы сейчас проводим встречи, мы сейчас проводим различные мероприятия, в том числе и онлайн, так же, как какое и сегодня проводится, для того, чтобы понять в деталях абсолютно не только все проблемы, но и то, как вы рекомендуете нам их решить. Потому что анализ проблемы – это одно. Для нас самое главное, чтобы при решении этой проблемы жители города, жители Бельц были удовлетворены. Вы, дорогие бельчане, достойны большего. Вы однозначно заслуживаете лучшего. Мне жаль, что порой некоторые заставляли вас об этом забывать. Помимо дорог, отсутствия их, света, отсутствия его, отсутствия инфраструктуры, мусора, бродячих собачек и много проблем, которые есть, я не буду сейчас тратить время на то, чтобы их перечислять. Мы с вами все знаем. Есть несколько очень важных моральных проблем, с которыми, встретившись, мне стало очень грустно. Вас не слышат, не слушают, не слышали и не хотят вообще абсолютно никак видеть те проблемы, которые есть в городе. Я говорю про чиновников и про тех, кто должны были бы обслуживать эти проблемы, общаться с вами, коммуницировать. Конечно же, при таком раскладе вы перестали верить вообще во что-то. Я вижу полное разочарование и тотальное недоверие вообще к происходящему. Слышу от людей, что, может быть, они не выйдут на выборы. Дорогие бельчане, сейчас есть шанс. Да, вам сложно поверить. Я понимаю вас. И мне искренне и от всей души очень жаль, что вы часто плачете на встречах, что вы часто кричите на встречах, что вы часто возмущаетесь на встречах, но не в мой адрес. Я понимаю, что это идет от глубины вашей души, из вашего сердца, потому что вы болеете за свой город, вы его любите, и вы хотите для него самое красивое и самое хорошее будущее. Наша команда партии Шор во главе с Иланом Шором, И я, как ваш кандидат, мы обещаем вам сейчас и каждый день, что вы никогда не будете брошены на произвол судьбы и никогда не будете оставаться вот с этими сложными и печальными мыслями. Мы сейчас уже с вами друзья. И это ничего не сможет изменить. Абсолютно. Никакой факт. Вы уже в нашей сердце и душе. И я верю, что и мы уже где-то очень глубоко рядом с вами. И вы не захотите нас отсюда отпускать. То, что было до сих пор, это абсолютное непересечение вас и чиновников из этого здания, которое огромное, большое, но, судя по всему, не очень-то работоспособное. Вы, как две параллельные линии, все время шли рядом, но пересекаетесь только тогда, когда выборы и когда вас просят проголосовать. Дорогие наши друзья, наша программа, она уникальна. Мы вам не обещаем то, что нереалистично. Мы стоим сейчас перед вами и смотрим вам в глаза, и я надеюсь, что те, кто видит близко этот эфир, видят сейчас мои глаза. Мы не собираемся вас обманывать. Я не собираюсь вас обманывать. Мы будем выполнять все то, что сказали и пообещали. Это наш принцип. Это принцип Илона Шора и нашей команды, с которой мы начали в 2015 году возрождать местности, населенные пункты нашей страны. И мы нигде не споткнулись, потому что мы везде работали вместе с людьми и для людей. И сегодня мы изменили полностью и целиком жизнь города Аргеев, района Аргеев, Тараклия и почти ста населенных пунктов нашей страны. И это много, потому что это было сделано нашими руками. Мы старались и мы победили нищету, бездорожье, отсутствие света, отсутствие удобств, канализации, водопровода. Сегодня эти местности выглядят как сказка. Но мы очень хотим, чтобы наша северная столица, наша гордость, город Бельцы засиял. Так, чтобы затмило абсолютно всех. Вы достойны этого. Есть много чего мы сможем с вами вместе сделать. И все у нас впереди. Я говорю об экономике, которую мы обязательно поднимем с вами. Благодаря крупным объектам, фабрикам, заводам, аэропорту. Мы построим Нордленд, по примеру, большого парка Орхиэлэнд. Мы сможем возродить все то, что касается вашей инфраструктуры, которая со времен Советского Союза была очень прочной. И сейчас нам осталось только ее обновить, модернизировать, сделать современной. Мы сделаем так, что у каждой возрастной категории будут самые лучшие условия для жизни. Я говорю и о проектах инфраструктуры, я говорю и о социальных проектах, о проектах для детей, о всем том, что необходимо для вас. И медицины, и детские сады, и школы. Спорт. Я знаю, вы его очень любите. Я его тоже очень люблю. И сегодня мы презентуем нашу программу, наверное, чуть-чуть по-другому, чем все. Мы покажем вам то, что мы задумали для Бельц. Знаете, как говорят, сначала есть желание, есть мечта, к которой нужно идти. Я надеюсь, что наши с вами мечты совпадают. Я не думала несколько дней назад, что это станет одной из самых больших моих мечт. Но я говорю вам искренне, что сейчас моя мечта с 21 ноября стать вашим примаром. И реализовать все абсолютно, что вы сегодня услышите от нашего лидера Илона Шора, и то, что вы увидите сегодня на экране. Оно вас поразит, я вас уверяю. Но мы должны с вами в это верить. Мы уже реализовывали такие проекты. Мы знаем, как. И мы достаточно сильны, когда есть ваша поддержка. Самой главной моей амбиции есть, чтобы вы опять начали верить вот этому зданию и примару, который будет там находиться. Я действительно надеюсь, не ради этого здания, не ради кабинета, что вы выберете меня. Сейчас нас с вами отделяет всего лишь один момент. Отделяет от светлого, благополучного будущего. От нашего с вами, цветущего сада Бельцы. Это 21 ноября. Давайте возьмем свою судьбу в свои руки. Давайте сделаем все возможное, чтобы мечты становились реальностью. И чтобы политики работали на вас, а не наоборот. Давайте накажем тех, кто привел город к разрухе. Давайте вместе с вами построим новый, самый развитый город для ваших детей, внуков и для ваших семей. Я верю в нас, я верю в вас и хочу попросить вас, наверное, не так, как все кандидаты, пожалуйста, 21 ноября голосуйте сердцем и душой. Сердце и душа вас не обманут, за кого нужно проголосовать. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю. Ламулцань, Белц, победы нам! Марина Таубер! Спасибо большое. Спасибо, уважаемая Марина. Спасибо, Марина. Бельчане достойны лучшего. И это сказали не мы, это сказали бельчане, это сказали те люди, которые на самом деле верят в счастливое, прекрасное, комфортное будущее, в хорошую инфраструктуру, в хорошие дороги, в парки, в скверы, в освещение, в детские сады, в школы, в наше будущее, другими словами. А будущее это наши дети. Поэтому нам надо всем, взявшись за руки, сделать так, чтобы у нас с вами было желание не уезжать отсюда, а желание поскорее возвратиться. Вот это мы обещаем. И сделаем все только вместе с вами. А сейчас, уважаемые друзья, так как я, может быть, повторюсь, нас слышит весь город. Весь город вы нас слышите? Поаплодируйте! Парк Андреешь, Парк Победы, Сквер, Бам, Бульвар Лариса! И центр вам аплодирует! Аплодируйте! Мне бы хотелось сейчас, давайте здесь, находясь в центре, я хочу, чтобы мы с вами услышали, так как мы собираем подписи и свою программу реализации будущих планов на должности примара города мы строим на конкретных нуждах людей. именно на том, что хотят люди и на том, что мы уже знаем, то, что мы умеем, что уже реализовано. И я бы хотел услышать кого-то из вас, уважаемые друзья, что есть, что болит, что бы вы хотели, реализовать в нашем городе Бельце. Что, нет желающих таких? Что? А, вы? Подходите. Пожалуйста, возьмите микрофон, вот здесь возьмите. Я абориген этого города, я здесь вырос, я здесь вырос, я следил за том, как развивается наш город, и скажу вам, что даже в советское время был только один первый секретарь, это Юкин, Владимир Максимович, который для города сделал очень и очень много. До него и после него никто ничего, в советское время никто ничего не делал. Пришло время независимости нашей страны. Мы избирали многих многообещающих примарей. Но самое главное то, что когда они приходили в этот кабинет, в это здание, забывали о нас, забывали о наших чаяниях, проходя мимо, если с ними здоровались, они даже не отвечали на приветствия. поэтому в наш город пришла новая волна. Почему новая? Потому что это люди пришли, которые в городе не имеют ни кумовьев, ни братьев, ни сестер, ни сватов. Это совершенно чужие люди, которые будут формировать свою компанию, ну компанию, скажем, не по родству, а по уму и способностям. А это, я думаю, будет правильно. И я хочу сказать еще такое, что если мы хотим жить в уютном городе, если мы хотим, чтобы наш город был привлекательный, значит, мы должны поддержать Марину Александровну Таубера. Эти люди доказали, что они способны. Я лично посмотрел, специально ездил в Аргеев, посмотрел, что они там сделали. Да, у них слово не расходится с делом. И я вас прошу 21-го числа выйти и проголосовать за нее. Вы не ошибетесь. И я как автомобилист езжу по этим нашим городским улицам и хочу сказать, что наши улицы, если ну как, даже не знаю, как их назвать, находятся, если не ужасным, то приблизительно к ужасным состояниям. И особенно, особенно, те дороги, которые находятся в жилсекторах, там невозможно, там только на танках можно ехать, а если не пускают танки, находят на тракторах в зенечных. Возьмите внутриквартальные внутридомовые подъезды, то же самое. Поэтому я думаю, что Марина Александровна займется вот этим делом. Ведь транспортная инфраструктура города, это позволяет своевременно скорой помощи приехать, своевременно правовым органам приехать, нам, как водителям, не ломать машины на этих колдовых. И много-много других. Что еще? Развитие, хорошее развитие транспортной инфраструктуры в городе позволит расширить обслуживание общественным транспортом других уголков нашего города. Это тоже очень много значит. Я бы попросил, чтобы своевременно, оперативно ремонтировались наши улицы. Для этого, видимо, нужно создать специальные бригады, которые бы на часе заделывали все ухабы, которые у нас находятся. До сих пор я не могу сказать, что ничего не делалось. Но там и вы видите. Вот она. Разве это центральная площадь? Это, ну, годится где-то, я знаю, 30-е 30-е года. Спуститесь ниже, спуститесь ниже, улица Горького. Разве там можно проехать нормально, но нормальной машине нет. Поэтому я вас еще раз прошу, если вы хотите, чтобы наш город вспоминали теплом не только в городе, но и за пределами города, чтобы было приятно слышать о нашем городе, если даже можно сказать, во всем мире, пожалуйста, не упустите шанс, проснитесь, пожалуйста, не поддавайтесь на уговоры других. Вот он наш будущий примар, вот эта женщина, которая сделает со своей партией для того, чтобы мы нормально, нормально жили в этом городе. С праздником 21 ноября за Таубер Марину Александровну! Ура! Ура! Спасибо большое! Спасибо за эти замечательные слова. Уважаемые друзья, я также хочу, чтобы мы услышали несколько слов от представителей из парка Андрееж, если можно, там наверняка у вас есть парк Андрееж, слышите меня? Парк Андрееж, слышим, видим, все прекрасно. Мы хотим услышать жителя из парка Андрееж, если можно, пожалуйста, представьтесь, кто там у вас. У нас в парке Андрееж собрались сегодня очаровательные дети, а также их родители. Мамы троих, четверых деток нас тоже беспокоят дороги, но у нас тоже есть свои проблемы. Я вот нашла тут тезка моя Ольга, мы успели познакомиться. Олечка, пару слов. Вот микрофон, мы соблюдаем дистанцию, соблюдаем все, у Оли будет свой микрофон. Добрый день всем. Я хочу сказать о проблеме, которая далеко не на последнем месте в нашем городе, и думаю, меня все жители поддержат. Это проблема уличного освещения. Многие люди поздно добираются домой с работы, молодежь гуляет. Освещение у нас очень плохое. Во многих местах, дворах его и вовсе нет. Эта проблема становится более актуальной сейчас в зимний период времени, когда темнеет на улице раньше, и это не является безопасностью для жителей города Бельц. мы знаем о том, что у вас есть опыт внедрения проекта тотального освещения во многих населенных пунктах страны. и мы хотим так же, как и в Аргееве, чтобы в нашем городе становилось лучше, город процветал, вся инфраструктура, все... Олечка перенервничала, но, как вы видите, у нас здесь маленькие детки, и иногда на самом деле сейчас темнеет очень рано, и даже в 5 часов вечера уже очень страшно отпустить ребенка сходить за хлебом или просто выйти погулять с собакой. Мы за безопасность в нашем городе, и свет это такое примитивное, это такое ничто. Ну правильно, мы живем в 21 веке без света. Мы были в Архилленде, мы хотим вот так жить, и не смотреть на эти убогие качели. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, парк Андрееш, спасибо, Ольга. Ну, а если вы позволите, с вашего позволения я хочу, чтобы у нас было прямое включение с парком Победы. Парк Победы, вы с нами? Где вы, если вы нас слышите, отзовитесь? Да, Игорь, мы с вами. Значит, я, когда ехал сюда, к парку Победы, я тоже очень остро осознал необходимость реконструкции новых дорог. Это понятно, я думаю, с этим согласны солидарные все бричане, да. Ночью не ехал, может быть, тут освещение есть, а может быть и нет. То есть, все это здесь актуально тоже, но есть тоже немаловажная проблема, не будем забывать про тех, за кем будущее, это наши дети. Я хочу сейчас пригласить сюда женщину, мать четверых детей, которая лучше, думаю, чем другие, знают и понимают проблему детских игровых площадок. Поэтому, Ирина, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие бельчане. Я родилась и выросла в нашем городе, в городе Бельце. И многие из нас, вы знаете, что уже высказывались на ваших встречах по поводу детских игровых площадок. В нашем городе катастрофически не хватает детских площадок. У каждого из нас есть дети. Нашим детям негде играть. Одна площадка на весь район. Даже скажу о себе, вот я имею четверых детей, мои дети проходят через две проезжие дороги, пройдут полкилометра, чтобы добраться до детской площадки. Эта площадка даже находится в нашем парке, парке Победы. Одна площадка на весь район. Мы бы хотели, чтобы нашим детям было где играться, чтобы было какое-то будущее, потому что реально детям негде играть. Мы живем возле дороги, дети выходят просто, чтобы выйти на дороги поиграть. Нет, нам нужны площадки для детей, чтобы было какое-то будущее. И мы поддерживаем вашу программу, и мы надеемся, что после Победы, что наш город изменится, построят детские площадки, дороги, освещения, все, что нам нужно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я также хочу поприветствовать вам. Слышите нас? Сквер Бам, пожалуйста. Виталий, Виталий, есть. Ключи. Вы нас слышите, все хорошо? Да, вот, вот. Бам, спасибо, Виталий. Спасибо, мы вас видим, слышим. Пожалуйста, мы хотим от вас несколько слов услышать, какие проблемы есть у вас на Баме, и которые, к сожалению, есть во всем городе Белти, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Начиная с 21 ноября кардинально все в городе Бельце поменяется, включая инфраструктуру и парки, и скверы. И поверьте, что будет где гулять, будет где проводить время с детьми, с родителями. Мы постараемся это все воплотить в жизнь в самые кратчайшие сроки. А сейчас Бульвар Лариса. Пожалуйста, вы с нами на связи. Где вы? Бульвар Лариса. Андриан, где вы? Вы нас слышите? Нету пока Бульвар Лариса нету их с нами в эфире, но поверьте, что они нас слышат. Я в таком случае с огромным удовольствием хочу завести вас на аплодисменты, на бурные овации. Реализация, друзья, громче, сильнее, звонче, потому что именно сейчас я хочу, чтобы мы с вами встретились с удивительным, замечательным человеком, который когда-то в 2015 году дал старт реализации этим изменениям, которые воплощаются в жизнь до сих пор. Я говорю о лидере, о председателе политической партии ШОР, Илон Миронович ШОР. Он сейчас здесь с нами в прямом эфире, и мы от всей души еще раз его с вами поприветствуем. Ура! Ура, дорогие друзья, здравствуйте! Меня слышно хорошо? Да, здравствуйте, Илон Миронович! Мы вас и видим, и слышим! Спасибо, что вы с нами! Дорогие бельцы, здравствуйте! Рад вас видеть и слышать сегодня. Уважаемые горожане, несмотря на каждодневную суету, трудности, проблемы, которые есть у каждого из нас, каждый из нас мечтает жить в хорошем, качественном городе, в городе под названием «Мечта». Что такое город-мечта? Город-мечта – это когда у нас хорошие дороги, притом не одна улица, а весь город. Когда у нас чистые, благоустроенные, отремонтированные дворы, когда у нас есть тотальное уличное освещение, когда у нас современный, новый городской транспорт, и в числе пик он бесплатный. Когда у нас в городе есть программы для молодых матерей, когда у нас в городе дается поистине настоящее социальное жилье, когда у нас в городе делают так, чтобы людям было жить комфортно и приятно. Всем не хотелось уезжать, а каждому хотелось вернуться. Да, я знаю, что город Бельцы – великий город, город с большой красивой историей, город, который поистине носит по праву название «Северная столица». Дорогие друзья, я четко понимаю, что каждый из вас хочет жить в городе мечты. Я четко понимаю, что мы и наша команда это сделаем. Я уверен в этом, потому что мы неоднократно доказывали, что мы держим свое слово перед людьми, мы выполняем свои обещания, мы не обманываем людей. И если мы говорим, что мы построим, значит мы построим. И это уже доказано на практике. Дорогие друзья, я уверен, что вместе с вами мы сумеем создать город мечты, который будет гордо носить право настоящей, большой, красивой, гордой большой истории города северной столицы, города Бельцы. Да здравствует город Бельцы, да здравствует город мечты. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, уважаемый Илон Миронович, спасибо. Мы все вам от имени всех бельчан говорим огромное спасибо. От имени нашего кандидата, от уважаемой Марины Таубер. Спасибо. Уважаемый Илон Миронович, уважаемые бельчане, спасибо вам огромное за вашу поддержку, за то, что вы нас таким образом мотивируете, тепло встречаете. Это очень важно для нас. Хочу вам сказать, что это огромная честь для меня. И с учетом того, что сегодня перед вами выступал наш лидер, а то, что я здесь являюсь кандидатом, это решение нашего председателя, всей партии, всей команды. И это очень большой и важный шаг для нас всех, как я уже и говорила. Поэтому я горжусь быть кандидатом от партии Шор, от команды Илона Шора. И обещаю всей нашей команде, обещаю всем вам, дорогие бельчане, что я обязательно оправдаю ваше доверие, вас всех. И мы с вами победим не только 21 ноября, но мы с вами победим все то плохое и злое, что сегодня есть в городе Бельце. А теперь, дорогие наши, я бы хотела, чтобы вы посмотрели ту красивую презентацию, о которой мы говорили, и то, как мы видим город Бельце в самом скором будущем. Вы, когда будете смотреть, я уверяю, у вас будут улыбки на лице, но еще больше вы будете улыбаться, когда каждый объект мы будем с вами открывать, когда мы будем резать каждый раз красную ленточку, когда вы будете пользоваться всеми этими благами инфраструктурными и социальными. И если сегодня кто-то из вас отнесется к этому с недоверием, мы вас поймем, мы обижаться не будем. Но вы вам докажем, а потом на каждом открытии будем показывать слайд. Помните, мы вам говорили. Дорогие наши, спасибо и за те слова, которые были сказаны здесь на сцене, замечательными бельчанами, активными, которые прокомментировали нашу программу и которые поучаствовали в ней, тем самым дав нам еще силы. Давайте посмотрим, как через два года и каждый день, меняясь, будет выглядеть город Бельце. Внимание на экран! Город Бельцы уникален. С богатой историей, с красивыми местами. Но самое большое богатство бельц – это его жители. Именно они сохраняют этот город живым и продолжают его историю. В Бельцах, как и в других населенных пунктах страны, есть проблемы. И мы знаем, как их решить. Такой красивый город, как Бельцы, можно за несколько лет превратить в город мечты. С отремонтированными дорогами. С бесплатным общественным транспортом. Оснащенными больницами. Ухоженными тротуарами. Чистыми парками. С освещенными улицами и дворами. Новыми детскими площадками. Бельчане достойны лучшей жизни. Мы идем в Бельцы с сильной командой. Командой, уже доказавшей, что может строить. И знает, как это делать. Мы показали это в Аргееве. В Жороде Мижлок. И еще в ста населенных пунктах страны. Мы знаем, что нужно делать. И знаем, как это сделать. Мы знаем, как увеличить бюджет муниципия. Как минимум в четыре раза, чтобы были деньги на инвестиции и на создание новых рабочих мест. Мы модернизируем и вновь откроем аэропорт в Бельцах. У партии Шор есть необходимый опыт и знания, чтобы реализовать этот масштабный проект. Илон Шор заложил основы развития Кишиневского аэропорта. Так же будет и в Бельцах. Современная инфраструктура. В Бельцах вновь появится муниципальное предприятие по строительству дорог. Мы избавим город от посредников, которые только тратят бюджетные деньги. Мы создадим современную инфраструктуру с ухоженными тротуарами, с облагороженными дворами, с красивыми и безопасными парками, с новыми детскими и спортивными площадками. Мы построим в Бельцах Нордленд, по примеру, Орхелэнда. Он станет самым большим парком развлечений и семейного отдыха в нашей стране. Забота о детях и молодых семьях. Мы построим социальное жилье, как в Аргееве. 500 леев в месяц без процентов. Мы внедрим программу материнский капитал и в Бельцах. Это пособие в 14 тысяч леев при рождении ребенка. Мы отремонтируем и модернизируем школы, детские сады. Ученики и студенты смогут получать образование на бюджетной основе. Бельцы – безопасный и комфортный город. Мы решим проблему бродячих собак и построим новый приют для бездомных животных. Мы очистим озера и реки города, как сделали это в Аргееве. Поддержка и уважение пожилым. Мы откроем в Бельцах социальные аптеки для пенсионеров. Пожилые бельчане получат компенсации за коммунальные услуги. Мы обеспечим их бесплатными продуктами питания из социальных магазинов. Качественные медицинские и социальные услуги. Жители домов, не подключенных к газу, получат компенсации за электроэнергию. Мы реорганизуем систему социальной помощи. Пособие в 10 тысяч леев и трудоустройство граждан, вернувшихся на родину. Мы обновим и оснастим всем необходимым муниципальные больницы, в том числе муниципальную детскую больницу. Бельцы можно модернизировать всего за несколько лет. Поверьте, у нас есть необходимый опыт, и мы сдержим свое слово. Бельчане, вы достойны лучшего! Спасибо! Вот такая презентация программы, дорогие друзья. И поверьте, как Марина Александровна сказала, что может у кого-то вызовет улыбку. И кто-то подумает, что это фантастика, что этого не может быть. Нет, это может быть, и это свершится в самом скором будущем. Потому что с 21 ноября мы перелистнем страничку под названием «Будущее города Бельцы». И это будет исполнено, несомненно, и как можно быстрее, так как мы вам это обещаем. И сейчас, я надеюсь, меня вновь все слышат, включая и парк Андрееж, и парк Победы, и БАМ, и бульвар Лариса. Также вы, дорогие друзья, вновь погрейтесь аплодисментами. И встретьте бурными овациями у нас на сцене нашу уважаемую Марину Таубер, кандидат в примары муниципе Белц. Спасибо большое, Игорь, спасибо большое. Всем вам понравилось? Я вас не слышу. Ну, Ваут, понравилось? А давайте еще раз, чтобы нас слышали во всей Молдове. Спасибо вам. Такие эмоции должны быть радостям. У вас очень большая, хорошая площадь. Я думаю, здесь мы будем праздновать 22 ноября. Не сочтите это за самоуверенность. Но вы в меня ее вселяете. Дорогие бельчане, спасибо вам за то, что были внимательны к просмотру нашего фильма. Спасибо вам еще раз за то, что вы участвуете каждый день в нашей программе. И спасибо. Не надо, не надо. Спасибо большое. Спасибо вам, что мы вместе переживаем все эти моменты очень важные, очень эмоциональные. Если вы позволите мне, я займу ваше внимание еще буквально пару минут. Я бы хотела обратиться к нашим дорогим бельчанам, которые говорят на государственном языке, чтобы все нас понимали. Я очень хочу, чтобы вы гордились своим будущим примаром. Ваш примар сможет всегда с вами говорить на любом языке, на каком вы захотите. Спасибо. Стимація и дороги бельтени. Я ма адресез на дни страта, в nomeе лидерулей хор recibили нашу, дому Линшор, в неме и технику nostro. И хочу, чтобы вас приглашать в душу, на сегодняшний день, для дни о concurрия, на underestimate, для этого. И для этого премода, для эмоций, на эмоции, на эмоции, для эмоций и на эмоции, к которому я тр�� и с обучения к каждому эмоций. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне очень часто задают вопрос на встречах, где я буду жить. Я уже ответила, буду жить в Бельцах. Примар должен быть всегда рядом с людьми. Со всем, что происходит. С утра, днем, ночью, вечером. И да, я ищу жилье. Но смотря на объем работы и смотря на те проблемы, которые есть в городе, я говорю это с улыбкой, я не боюсь этого. У меня такое ощущение, что мне даже жилье не понадобится. Что я ближайшие два года буду жить в Примарии, потому что работы очень много. Осталось, чтобы вы дали мне и нашей команде этот шанс. Я не первый раз кандидат, я не первый раз участвую в предвыборной кампании. Но то, что происходит сейчас, это просто фантастика по эмоциям и по тому общению, которое у нас есть с вами. Низкий вам поклон за это. Скажу ту фразу, которую я говорила уже не один раз, и с которой мы не один раз побеждали. И надеюсь, что 22 ноября или 21 ноября вечером произнесу ее еще раз. Дорогие бельчане, Виктория! Спасибо, спасибо. Марина Таубер, еще раз ваши аплодисменты. Виктория, победа! Потому что 21 ноября это будет не наша победа, не победа политической партии Шур, не победа Марины Таубер, а ваша победа, уважаемые жители, дорогие граждане муниципии Белц. Ура! Вперед! И только к победе! Бельчане достойны лучшего! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok